МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы вступили в должность главы района. Каково положение дел в районе сегодня? Какие вы ставите задачи перед собой на перспективу? И какие задачи перед вами ставит губернатор и правительство края? Положение дел в районе стабильное. Мы продолжаем строить объекты, в первую очередь, развития Нижнего Приангария. В завершающей стадии у нас алюминиевый завод сейчас. У нас открылось финансирование в размере 1 миллиарда 300 рублей на Гучанский лесоперерабатывающий комплекс. Приехал сегодня, у меня был новый генеральный директор. И задачи, которые ставят губернаторы, в принципе, они те же. Это продолжение строя, благоприятствование по строительству. И, конечно же, самая важная, наверное, сегодня наша задача стоит. Это помимо промышленных объектов, начинать нам надо строить объекты социальные. Это все заложено в программе. Поэтому самая ближайшая перспектива – это строительство этих объектов. Это наша больница, мы чуть позже коснемся более широко. Это 4 детских сада, которые нам необходимо построить, и мы построим в ближайшее время. Это ФОК, это ряд еще объектов социальных по нашему району, по территории района. Вы мне потом вопросы эти зададите. Конечно же, контроль за дорогами, контроль за выполнением текущих работ, подготовка к зиме и так далее. Обширный вообще список этих задач. По новому законодательству глав территории, где проживает свыше 500 человек, будет определять конкурсная комиссия. Ваше отношение к этому? Вы сами прошли конкурсную комиссию. Мое отношение двояк. Я уже, по-моему, отвечал на этот вопрос. Как руководитель территории, я считаю, абсолютно правильный закон. Самое главное, он точно своевременный. Поэтому от него, конечно, значительно больше пользы, чем минусов. А как гражданин, мне, конечно, хотелось бы, чтобы выборы были прямые. Чтобы человек пришел и голосовал сам за того или другого кандидата. Касалось бы это выборов глав территории или, может быть, глав городов, или, может быть, депутатов районов и так далее. Просто, наверное, так. Но, опять же, нравится-не нравится, правильно-неправильно, есть закон. Мы будем его выполнять. На сегодняшний день он правильный абсолютно и своевременный. Но здесь речь идет о том, что около 500 человек, это небольшая территория. Свыше 500 человек. Да, да, да. Свыше 500 человек. А до 500 человек, конечно, будет выбираться крытым прямым голосованием. Тоже правильно. Дорожная тема, коснемся несколько минут ее. В этом году активно ремонтируются дороги в районном центре, в Богучанах, сделан большой довольно объем асфальтирования. Как обстоят дела на межпоселенческих дорогах? Какие средства выделяются из края, из районного бюджета и на строительство таких дорог? Вы знаете, я, наверное, коснусь всех дорог, ладно, не только межпоселенческих. Но, во-первых, у нас заработала программа, о которой говорил наш губернатор, когда приезжал к нам в район и на других встречах. Он говорил о выделении миллиарда рублей на сельские дороги. Значит, эта программа заработала, и по этой программе мы получили около 18 миллионов дополнительно в бюджет нашего района. Мы распределили эти деньги на Таежный и на Богучаны. Более того, Виктор Александрович сказал буквально недавно о том, что на следующий год это будет уже не миллиард, а полтора миллиарда или два. Вот, так что это еще дополнительные деньги, ну, как минимум 10 миллионов рублей. Мы очень этому рады. Вы видите, какие, более того, мы увеличили наше финансирование. Сельские советы тоже, кстати, не остались в долгу и тоже очень достойную толику денег выделили в своих бюджетах. Поэтому вы видите, очень большая подвижка по Богучанам. Смотрите, очень много дорог заасфальтировали. И Линдеев в своей выборной программе говорил, что надо уйти от ямочного ремонта. По сути, сегодня это и происходит. По многим направлениям ушли от ямочного ремонта. Конечно, это значительно дороже, но это правильно. То же самое происходит в Таежном. Что касается межпострелинческих дорог, ну, мы в этом году значительную часть денег... Да, еще одно направление финансирования этой темы – это соглашение с Транснефтью. Вы знаете, помните, да, когда в начале прошлого года пошли эти большие грузные тяжелые машины, и очень много дорог нам пораздавило, мы тогда два месяца бились с инвесторами. Но, в общем, нас услышали, и между нами, краем, и Транснефтью было подписано соглашение, по которому выделяются деньги. В прошлом году это было около, наверное, 17 миллионов, и в этом году примерно такая же цифра. Она около 10 миллионов будет освоена, сейчас пока освоено, а, да, сейчас пока освоено 3, еще около 10 миллионов будет освоено на дороге въезд Богучана, которая идет с форумаста, помните, да? Наконец-то она у нас будет круглогодичная, вот. У нас, да, и у нас много… в конце понедельника начнется эта работа, точнее продолжится. У нас достаточно много средств выделено, и идет их строительство, ремонт дороги, строительство дороги, и будет асфальт положен до деревни Корабола. У нас переведена дорога Ангарский, Гремучий, из категории Зимников, в другую категорию, которая будет позволять, считая, круглогодичным проездам, и будут деньги выделены, и будут ее в порядке содержать уже край Део на постоянной основе. Ну и, конечно, по Богучану в этом году еще будет продолжен ремонт, это наша улица Белинского. Мы не понимаем еще, какими дорожно-составительными отрядами, потому что наш край Део работает в районе Таежном и в Таежном, но, несомненно, эта улица будет сделана, будет сделан, обновлен подъезд нашей больницы, поэтому работающих предстоит много, но в следующий год, как я уже говорил, еще больше будет сделано в этом направлении. Ну и что особенно приятно, что готовится к асфальтированию участок дороги Каннска-Абенбогучанная. Вот меня это очень радует, эта тема. Да, это, конечно, это всех радует. И я уверен, что у нас стоит задача такая, ближайшие четыре года довести это асфальтирование, ремонт и асфальтирование полностью. Около 100 километров останется, и разработку эту мы сделаем. И, конечно, с нетерпением богучанцы ждут и много говорят о строительстве больничного комплекса. Когда начнутся работы, как продвигается этот вопрос? Ну смотрите, значит, задача губернаторам поставлена, поставлена в конце июня. Конкретное, 500 миллионов освоить в этом году, 500 миллионов в следующем, и конец следующего года ввод больницы. На сегодняшний день определён подрядчик. Я позавчера встречался с начальником УКСа Края, определённый подрядчик. Договорились мы, что каждую неделю он будет нам давать графики выполнения работ, графики освоения СМР на этом объекте. Более того, я думаю, ещё до сентября, а может быть, в самом первой декаде сентября к нам и приедет министр строительства ЖПХ Глушков Николай Сергеевич, который именно по этому вопросу приедет, будет собирать совещание с подрядчиками, с руководителями управления капитального строительства, и с медиками, и с нами. И уже, кстати, вы воспользовались моментом более подробно, более детально его расспросить обо всём. Задача понятна, в принципе, все её понимают. Она, конечно, сложная, потому что 500 миллионов освоить сложно. Но тут, опять же, есть выход какой. Там очень много оборудования стоит, очень большая доля в сумме средств. Да, в сумме средств, поэтому будет заказываться оборудование, и оно за 300 миллионов весит по разным примерам, по оценкам. Поэтому и около 100-150 миллионов будет вполне строительных монтажных работ в этом году. Это позволит в следующий год зайти уже, сделать тепловой контур, зайти и заниматься там отделкой. Вот так. В принципе, вот сегодня вот так стоит дело. Продолжая тему строительства, когда начнётся строительство детского сада в посёлке Ангарске и спортзала в Новохайском? Я думаю, строительство детского сада начнётся через месяц. Завтра, в пятницу, администрация района объявляет конкурс, да, прием документов. Вот. И принципиальные подрядчики у нас уже есть по ним понимание, они уже, так сказать, засветились. В принципе, есть, конечно, там и тёмные лошадки, но есть. И это нас радует. И известная нам компания, например, такая компания, которая строила нам школу в Пинчуге, быстро, качественно. Вот мы надеемся, очень надеемся, что придёт примерно такая же компания и построит нам быстрый и качественный детский сад в посёлке Ангарске. Что касается Новохайского, ну, вся проектная документация у нас готова. Сейчас делается конкурсная документация. Я думаю, конкурс будет объявлен на следующей неделе. Там просто небольшие технические заминки, но я думаю, сегодня-завтра всё будет выполнено. Заканчиваются летние каникулы, и сейчас идёт приёмка школ к новому учебному году. Все ли школы будут сданы в срок? И если есть, это какие проблемы? Конечно, все. Нет, проблемы, конечно, есть. Везде есть, в каждой школе, в каждом детском саду. И в администрации районов полно проблем. Но всё будет сдано, принято. И 1 сентября мы разъедемся по всему району. И будем поздравлять ребятишек и учителей, конечно. Как идёт подготовка к зиме в районе объектов ЖКХ и бюджетной сферы? Всё ли готово, всё ли по плану? Ну, так же сложно. Сложно, потому что финансирования у нас никогда не хватает. Да его и не будет хватать никогда. Но всё, что мы намечаем, всё мы выполняем. На сегодняшний день подготовка объектов ЖКХ составляет около 75%. По многим объектам работа завершается. Проводится пусконаладка. И, в принципе, на котельной, которую мы построили в предыдущие годы, мы заканчиваем подготовку документов. Губернатор проводил совещание позавчера, в котором я присутствовал именно по подготовке к зиме. В принципе, никаких-то нареканий в наш адрес не было. Всё будет, как всегда, сложно, но, так сказать, стабильно, без всяких каких-то из ряда входящих дел. Так и будет. Ещё один вопрос. Насколько открыто и эффективно построено Ваше общение как главы района с гражданами? Как и откуда Вы узнаёте, что необходимо сегодня району и жителям? Какие есть проблемные вопросы? Ну, я надеюсь, что открыто. Потому что, мне кажется, в одном только районе, в нашем, отменён вообще смысл этого расписания приёма граждан. И принимаем мы каждый день с 9 утра до 6 вечера. И уже население практически везде про это знает. Сегодня человек не зависит от расписания автобуса. Поэтому надеюсь, что открыто. Более того, сейчас мы опять начали объезды территорий, которые мы делаем, один или два, уже все меньше, каких-то вопросов. А если не возникает, то они должны решаться. Вот сейчас, знаете, по ЖКХ с этими платёжками очень большая, серьёзная, серьёзная такая, не знаю, на ровном месте вырастшая проблема, которая действительно столь головных болей приносит. Ну, вот у нас организован штаб, мы выступаем в телевидении. Сейчас у нас специалисты будут по району, ездят уже по району с этими платёжками, разъясняют. Да, и на каждом сходе. Сейчас у нас специально будет ездить человек, который будет объяснять, разъяснять, после схода оставаться и так далее. Ну, что делать? Вот, принимаются такие законы, которые необходимо всё равно соблюдать. Поэтому вот, ну, какое-то время это будет занимать, да, но люди всё равно мы обучим, поможем. Вот так. В сентябре пройдут выборы, мы будем избирать депутатов районного совета. Какова у вас, как у главы района, точка зрения относительно того, какими должны быть эти люди? Человек, в первую очередь, он должен быть ответственным. Во вторую очередь, наверное, у него должно быть понимание, что он ответственный за тех, кто его избрал. За подростка, за бабушку, за человека, который где-то работает, и его, может быть, там, не знаю, лишает соцпакета и так далее. Он всегда должен находить время для того, чтобы люди, обратившись к нему, получали реальную, эффективную помощь. Вот это, это очень важно. Тогда даже, если будет приходить какая-то там платёжка непонятная или что-то там будет возникать, человек, уже получив какой-то головной боль, он будет всё равно на уровне подсознания понимать, что у него есть защита. У него всё равно это решится. Всё равно будет всё хорошо. Буквально скоро. Вот человек должен. Поэтому вот такой должен быть чиновник, вот такой должен быть избранник народа. Это важно. Ну, третий, конечно, образовательный лиценз играет свою роль. Это несомненно. Более того, человек, я считаю, должен, всё-таки должен быть обучаем, потому что очень много, с чем приходится сталкиваться, не только главным депутатам районов, местным депутатам. Очень много и практически каждый день он должен вычитывать и понимать новые законы. Он должен понимать, как их применять. Он должен понимать, каким образом ему общаться с правоохранительными органами, для того, чтобы это было эффективно и на пользу, кстати, всем. Александр Вадимович, вы не первый год возглавляете район. Оглядываясь назад, что изменилось в районе, чем вы можете гордиться? Да жить стали лучше. Да я, ну, я знаю, я горд, что живу в этом районе. Я горд, что глава. Я думаю, у людей тоже подавляющее большинство. Есть такая гордость, это раз. А второе, у людей есть вера в будущее, но только себя, но и своих детей. Поэтому все у нас правильно, все будет еще лучше. Спасибо вам большое за то, что вы приняли участие в нашем сегодняшнем разговоре. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. В рамках проведения акции «Помоги пойти учиться» администрации Богучанского сельсовета запланированы мероприятия по сбору вещей и констоваров для детей, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации. Пункт приема вещей находится в администрации Богучанского сельсовета, кабинет номер 5. Справки по телефону 2-13-55. 13 сентября 2015 года. Выборы депутатов районного совета. Приди и проголосуй. Конституция Российской Федерации гарантирует право свободы выбора. Магазин «Наш дом» предлагает высококачественную мебель для дома на любой вкус, а доступные цены позволяют не ограничиваться в выборе. Огромное количество оригинальных, отдельно стоящих предметов, мебельных композиций для любых помещений, а также офисная и мягкая мебель эконом-класса, разнообразный дизайн, широкая цветовая гамма, все возможности. Варианты отделки и неизменно высокое качество по низким ценам. Все это мебель от лучших российских компаний. Уфа мебель, Давито мебель и другие. Бесплатная доставка, беспроцентная рассрочка, оплата по карте. Каждый день с 13 до 14 счастливый час. Скидка на все 10%. Магазин «Наш дом», улица Джапаридзе, 7М. Телефон 333-50. Мы ждем вас. Актуально. Оперативно. Объективно. Качественно. О людях и для людей. Телекомпания «Спектр Богучаны». 20-х лет в эпире. Опять в кошельке вашем пусто. А денежки, ой, как нужны. Вы приходите в капусту. Капуста всегда. Капуста легко. Капуста даст денег взаймы. До зарплаты, до пенсии. От 500 рублей и выше. Пенсионерам, а также имеющим справку 2 НДПЛ, льготная отставка, юридические услуги, гражданское, семейное, трудовое право. Нужны деньги? Приходите в капусту. Село Богучаны, улица Октябрьская, 103, офис 23. Напротив районного дома молодежи. Восемь из десяти пожаров в лесу происходят по вине человека. Давай что-нибудь купим дочке. Ты же понимаешь, сейчас не лучшее время для покупок. Дедушка, купи мне эту игрушку. Конечно, куплю, внученька. Когда я работал, у меня была официальная зарплата, а теперь хорошая пенсия. Папа, а почему ты меня не купил эту игрушку? Понимаешь, доченька, я сломал руку, а больничный мне не оплачивался. Хотите порадовать любимых неожиданным сюрпризом? Услышать свое поздравление в эфире. Программа «Музыкальная открытка» поможет вам в этом. Обращайтесь по телефону 22 766 или 21 202, и ваше признание или поздравление увидит весь район. Каждый четверг – музыкальная открытка. Субтитры создавал DimaTorzok